лёша вы с тобой хотели поговорить про дистант и текущую ситуацию с одной стороны и перспективы и стратегию с другой стороны это два разных две разных части мальдонского балета меня зовут михаил просетинка где я из иркутска кандидат приз мат наук делаю много чего в образовании научном инженерном по стране а лишь нет подходит привет всем на культ привет да ну как бы наш канал закрываем поэтому представлять надо мишу да вот на миша действительно в иркутске один из наиболее существенных людей в области образования не побоюсь этого слова ну и по стране на самом деле много чего делал делает и делаешь я живу в иркутске отделу стране так что прошу любить и жаловать миша просекин и мы находимся где мы находимся в иркутске в научной библиотеке иркутского университета где у нас лаборатория совместно с университетом где мы показываем на практике что такое образование что студент должен попасть в реальную работу и без этого дипломом давать не надо вот и олимпиады нт и как бы я думаю что мы чем положим ссылочки чтобы не тратить время конечно вот потому что я записал недавно отдельный курс про то что такое олимпиады нт и значит снова больше был для тех кто как бы ее организует и мы видим и запишем еще отдельный курс для тех кто в ней участвует значит но олимпиады нт и это большая штука это первая командная инженерная олимпиада в стране которая случилась пять лет назад в этом будет году будет шестой вот пять лет назад было четыре профиля и 100 участников и мы были одним из четырех профилей как бы сейчас мы делаем два профиля и в этом году было примерно 100 тысяч регистрации как бы на первый тур вот 100 тысяч до представьте разницу за пять лет вот тогда ну и так как у нас больше ста тысяч подписчиков то может еще несколько тысяч ну а собственно на самом деле сейчас миша меня попытается то что я образовывается очень четко очень четко формулировал да в образовательной политике я не силен миша сильнее но так как у меня есть определенные наблюдения из том числе московской практики и в практике когда я езжу с лекциями по городам у меня выработались определенные тезисы о том что происходит и что надо делать и миша сейчас меня будет допрашивать давай начаться допрос будет построить последующей схеме сначала только локальная ситуация мы не обсуждаем что будет через пять лет через десять лет обсуждаем ситуацию там ближайшего полугода года до появки последнего полугода и вот твое понимание что такое дистант мы говорим напоминаю в первую очередь про школьное образование сейчас вот откуда что на что влиять на что он не влияет значит прежде всего дистант это такая форма образования когда дети сидят дома и руководимые их родителями выполняют задания которые дают их учителя выполнять не дети родители естественно ну очевидно на всем вот то есть это когда учителя в школе учат родителей в школьной программе может быть даже полезно для некоторых родителей напомнить особенно если они не ходят на работу и у них до особенно до митрии ребенка да если действительно есть так сказать для каждого ребенка комната и есть гувернант для каждого ребенка который готов вспомнить школьную программу и есть еще физкультурный врач дома который говорит много вы привезти но так и кроме того ты работаешь на приборе неправильном нужно другой прибор гораздо более дорогой и с хорошим экраном то есть это как бы требует огромного количества вложений доступно все это естественно в целом даже москве москву снести построить за примерно в четыре раза больше значит то тогда дистанционное образование 3 может нет тоже неправильно собственно наши власти сейчас они признают все что я сейчас сказал и говорят первый дистанк который у нас был опыт весенний он очень плохой да но он нам позволит вырасти над собой и следующего будет хорошим и каждому ребенку дадим 50 тысяч отличную систему в руки потратим на это несколько триллионов рублей бюджета вот главное самое главное это не платить учителям самое главное что что нужно нашей власти не платить учителям и это будет еще один отличный повод так каждому ребенку нужно за 50 тысяч купить у нас нет денег на заплату учителям вот эти дистанта это государственное преступление которое совершается под предлогом эпидемии коронавируса второй вопрос насколько ограничение посещения школы оправданы и не оправданы и как это влияет на эпидемическую установку есть такое мнение что несмотря на с точки зрения абсолютно математического модель лучше всех вот с точки зрения теории социального графа ответ будет такой первое локальный карантин тех школах где учителя начинают болеть и это хорошо заметно например 30 40 50 учителей в школе и уже заболела 8 9 10 учителей да это идеальный момент с точки зрения математики для объявления карантина в этой школе на две недели лучше не обманывать себя каким-то онлайн образованием просто тихо идти на карантин как делали всегда потому что иначе будет иллюзия что школьники реально никто не учится в большинстве школ уроки не проходят а проходят они и степали нет просто потому что зачем их вести можно включить прибор где читаться что урок проведет если у тебя остальные 40 там что-то ведут но как они ведут если мы опять же давай вынесем за скобки там один процент лучше школ в них все происходит обучение происходит обучающая функция есть в дистанта 99 процентов школ обучающих функций дистанта не от просто от слова совсем дети не знают ничего по истечении этого срока и просто как ну там ой там привет да ты где-то я у машки тут мы пьем кофе и на уроке географии вот это что в кубине это старый это старт а ну на самом деле такая типичная сцена старшего старшего класса да вот и соответственно возникает вопрос что дистанта мы просто ну как бы спокойно выносим его реально нет вопрос нужен ли карантин да вопрос при программе да если вскоре идет эпидемия коронавируса прямо в данный момент то обслуживается ситуация также как эпидемия серьезного гриппа то есть выносится все на две недели на карантин ровно так было в 239 декабре когда мой хороший товарищ знакомый директор максим яковлевич протусевич ну как бы увидел эту ситуацию и единолично принял решение о том что школа уходит на карантин на две недели совершенно нормально филипсская школа уходила ну в общем то на самом деле очень многие школы москвы москве очень серьезно это эпидемия никаких сомнений нет и в Иркутске она серьезная и конечно требуются такие меры локальные вот что касается вот этого глобального принудительного дистанта всем и сразу и надолго то он приводит к огромному количеству негативных последствий ну во первых социальное взаимодействие школьников друг с другом просто убивается под нужной совсем и порождает огромное количество психологических проблем наверное тебе лучше ты же потерей психологическое образование почти так но как бы тут можно сослаться на еще более компетентных людей например на диму шаминкова который как бы сейчас возглавляет нос в первом меде и он как бы довольно мощно обосновывает задолго до коронавируса о том что дефицит общение является как предметом ну как основанием говорить про задержку в развитии если мы говорим про детей так и основанием кранной смертности если мы говорим про прожилых людей вот даже так да к сожалению еще в москве очень много суицидов в том числе детских в том числе в лучших школах и все это как бы выглядит совершенно ужасно и плюсы от того что карантинит на очень долго по сравнению с хорошо продуманными карантинами там где надо плюсы ну там плюсы минимальные то есть эпидемия развивается метро да если есть если есть метро любой просто упражнение для моих замечательных слушателей оценить количество контактов до в день которое происходит метро и количество контактов которое происходит в любом другом месте даже в том числе старшей школе или там младшей то есть если взять всю школу целиком то получится уже немножко там ну да будет разница в порядок но не в два порядка но если ты убираешь вот если младшие ходят а старшие не ходят это выглядит с совершеннейшими геотизма потому что они же младше это приносят большинство все таки людей не один ребенок еще потом даже у кого один все равно контакты есть и другие это да это грубо говоря на ход эпидемии в целом глобальный ход это оказывает очень незначительное влияние и соответственно минусы очевидным образом очень очень сильно перевешивают плюсы поэтому суммируя ответ карантины короткие без иллюзии что образование идет просто нормальные каникулы лишние да на две недели в тех школах где идет данный момент взрыв эпидемии правильная оправданная вещь карантины всеобщие без заклядки без тестирования без чего бы то ни было это государственное преступление на которое наш мэр собянин пошел уже очень много раз определенный оптимизм стоит том что кроме москвы такого идиотизма почти нигде нет стремится стремится еще раз это не 10 я столько вида к вид есть к вид опасен но на ход эпидемии эти карантины не влияют к вид это то с чем мы должны привыкнуть жить а кроме того может быть еще и вакцина поможет мы пока не знаем давай перейдем ко второму да смотри как бы из этого всего как бы следует две простых вещи а значит первое что мы не знаем будут там ближайшие десять лет например там еще какие-то волны эпидемии или нет ну то есть там вот сам история медицина существующему что изобретение антибиотиков почти убила пневмококки но породила супер пневмококки которые называются типичными пневмониями мы же как бы довольно тонкий нарост плесени как бы на микробной поверхности планет если братьевской биологический вид на социальный и мы находимся с ним довольно сильно в равновесии лучше меня сказать венец творения это лишь нарост плесени на поверхности море микробном море до соответственно важнейший вопрос здесь то что мы не знаем будут следующие волны в других инфекций этих инфекций таких всяких то есть это происходит в первую очередь выработки новой социальной нормы новый способ реагирования если выберем про новую социальную ногу то вот что является принципиальным но для тебя в той новой социальной норме которые скажутся прямо сейчас и почти наверняка там ну на чтобы активный возраст как бы с высокой а если она может покрыть полность ближайшие там 10 20 лет ну да я понял вот сейчас сложится в течение года полутора ну да вот и как в этой социальной норме нужно реагировать условно берем на вопрос раз и что в образовании точно должно быть там очным что он да 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 вот эти вопросы про социальную норму но во-первых мой главный тезис такой не бойтесь это эпидемия действительно серьезнее чем все что было может последние 10 лет или 15 но это всего лишь еще одна эпидемия в гонконгский грипп ну возможно да я здесь не он имел примерно такие же последствия но то есть я к тому что ну как бы нормально для мне кажется нормально для населения земли время от времени как-то проходить какие-то локальные стадии естественного отбора ну просто действительно это нормально и с биологической точки зрения сухими биологическое равновесие это неизбежно мне тоже кажется что это совершенно неизбежно и в этом плане вопрос просто мы готовы ли мы полностью поломать свой образ жизни и запереться в норах как премудрые пескари из щедрена из-за этого вируса который там в одном проценте смертен но вот мой ответ нет не готовы я лично просто не готов совершенно на это и поэтому нормой наверное будет то что ну вернуться вот эти школьные карантины локальные по две недели они же на самом деле раньше было больше какое-то время их было гораздо меньше там мир и то ли всего прививок то ли всего чего-то я помню школу в школьное время то и дело у нас отпускают все весь класс на карантине кстати еще не обязательно все школа бывает класс бывает классе мне кажется что в плане нужно смотреть не вперед а назад мы уже знаем опыт общения с такими эпидемиями вот и никакой существенной переписи способа жить в частности идея что мы должны запереться домой который нам сейчас внушается всеми рупорами средств массовой информации планета земля даже на одну россию не сошлется совершенно категорически мной отвергается и приглашаю ее отвергать и всех моих слушателей на канале что не отменяет того что если у вас лично есть серьезные болезни то наверное вам поберечься надо то есть это переходит такой как бы это не это не должно быть принудительно ни в коем случае каждый человек должен решить для себя боится ли он коронавируса и никаких претензий не будет тем кто боится и сядет дома ну я не хочу допустим чеку которого там порог сердца вряд ли бегает парафонскую дистанцию ну наверное не бегает ну я имею ввиду что как бы наверное у меня нет порога сердца я не про другое что он не хорошо там серьезные заболевания ну да 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 здравый смысл да может быть надо эту маску одетели с эспиратором да которые есть некий здравый смысл который говорит что в принципе да как бы еще один фактор размещения в принципе смертность там от сердечности заболеваний она всегда была одной из основных причин смерти и в этом смысле она и осталась смертности но по сих пор надо понять надо понять кому из вас он может угрожать и соответственно принимать осознанное решение хорошо значит третий вопрос который как бы мне кажется очень важно да я ответил я ответил одновременно проблема которая совпала по времени с коронавирусом до проблема вымывания из школ учителей ну смысле она после дошла . потому что процесс который идет 20 лет нельзя назвать она как бы вот в этот момент просто когда дефицит личного состава достигает 30 процентов честь уходит переформирование в тул с линии фронта да ну знаешь чем я хочу сказать вот когда весной был дистанк побежали уже очень многие то есть она сильно ускорилась во время битвы под москвой частей на переформирование в тыл отводилось больше чем во время позиционного стояда и соответственно понятно соответственно получается что что он процесс ускорился и перед нашими начальниками встала реальная угроза что через несколько лет в школах не будет в массовом порядке хватать учителей визит я не прохожу сочетание через несколько лет не будет как бы она может быть осмысленно для москвы свою супер оплатами как бы не а принципе то что ты говоришь и бесконечный оптимизм все понял все очень странная конструкция по через несколько лет потому что произошел бесконечно простой нет вот сейчас ты вот это очень оптимистичен когда гриста за несколько лет это вот это так нельзя вместе люди чем заблуждение будешь я понял я понял потому что очень простая ситуация май месяц до спрос на репетиторов по английскому математики информатики для соответствующих людей все этичных у которых есть дети там возраста от 10 до 16 лет на следующий день после того как они первый раз послушали как идут занятия в зуме с учителями в школе начаться создают на рынке репетиторов примерно пятикратный избыточный спрос на следующий не никогда потому что внезапно они увидели что то что было для них черным ящиком как бы перестала быть черным ящиком они такие смотрят они сами по себя решать подожди если он будет учиться так я учился по-другому то он же работать не сможет если он не сможет работать так что дальше все понятно в этом смысле в мае месяце ты получил как бы такого размера спрос на репетиторов математики английского русского языка литературу то все все обязательно игре и программирование но как бы которого не было никогда в современной российской истории понятно вот и в этом смысле это не проблема который будет чистивая которая будет уже есть но вот и они готовят нам ответ про который я как раз наверное знаю чуть больше видел хотя может и ты знаешь ответ стоит в экспериментальном внедрении просто всецело онлайн технологии в нескольких регионах кажется последний даже указ уже просто детально ну нет они еще не детально прописывают но это уже как бы на стадии общественного обсуждения законопроекта и типе оснащения то есть уже не спрашивается нужно ли это делать типичный типичных возрасте к руси перепрыгнуть через важный момент и начать обсуждать какую-то мелочь то есть важно не что будет делать а какое здание мы выйдем правильно голову то есть главное вопрос всегда здание то есть что самое главное в образовании это здание ну да потому что что потому что знание это единственное чем можно управлять но гость да вот смотри на что нас что нас ждет что нас ждет море хранит молчание нас ждет следующее восхитительное будущее если мы на него не повлияем а именно ты заходишь в сельскую школу или в городскую даже да как ты говоришь уже все более серьезно еще и там уже нет живых и там есть охранник живой да там есть уборщица живая руку очень дорого стоит там есть директор живой подложить нести ответственность в том числе уголовную значит там есть зауч и там есть кто-то и электронная система кто-то не так то есть есть грубо говоря человек следит за поведением ты меня не видел в которой с детьми трех-четырех лет работа видел ну теперь возьми нянька такого как бы желательно качка ну естественно не не как я по сложению то есть там происходит лекции кого-то кого выбрал меня может быть и нет да ты 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 будешь у нас на всех возможно может быть а может и не а может быть будут как главный противник онлайн-образование но в это время сам я уже буду где-то неподалеку сидеть в местах не стоит отдаленных а при этом я был транслироваться на экран отлично а в классе будет бегать учители просмотреть чтобы они не ошиблись слишком громко естественно ни один шаг не будет понимать ничего из происходящего просто не бензе дальше они будут сдавать экзамен который естественно будет иметь все места потому что зачем школе нужны плохие показатели неправильно нет это точно упрощаешь во первых кроме экранов там есть еще экраны дома есть школьный коридор который получит хотя бы часть образования виде социального взаимодействия ну как на улице на это в хорошем варианте если любом хорошо да в третье и самое главное у тебя произойдет чудовищный рост неравенства по очень простой причине кто-то сможете позволить поочевидно а кто-то не абсолютно да то есть мысли конечно же не будут всем ставить одинаковые цены будет 2 5 и 3 5 и 5 понятно понятно все понятно а если они это отрефлексируют они скажут нет всем надо стать нет нет ни в коем случае а зачем в любой технике нет любой технической системе и в любой социальной системе так нужен процент людей принимающих решений а все-таки они у тебя есть государственная граница вот в тот момент когда мы во время шестидневной войны играли на стороне арабов а не израильтян да да . то почему-то наши зенитно-ракетный комплекс очень плохо сбивали израильский самолет американского производства надо было расследовать выяснилось что вообще-то наши корпусы чудесно сбивают американские самолеты только в том случае там будут наши операторы ложь наших операторов было образование и способность при включении 20 лампочек на 20 рычажочках включать нужные рычажочки если загорелась не то лампочка то есть они были способны двигаться по блок схеме запуска зенитно-ракетного все понятно академики шоу после этого сделал программу по информатике который 80-х годах была внедрена во все во всем советском союзе но все-таки спереди оптимиста что ты веришь что они еще раз вот есть некоторые системные понятный эффект социальный гемео ставить никуда ты будешь пускать граница останется низ границы наверное останется ну просто ну как полезно что то есть на ней возникает огромный пищу всего то есть у нас будет граница останется в китае останется в корее останется если останется гус границы теперь когда ты ответил на три вопроса про прямо сейчас на социальную норму и про твою оценку куда движется ментин ответ каков контр шаг о чем контрмер это последний вопрос контрмера это движение сторону ситуации когда учитель это высокооплачиваемая уважаемая профессия одна из самых уважаемых в обществе и когда в дополнение к этим экраном который все равно конечно возникнут будет живой живой человек который вживую будет разбирать этот материал со школьниками этих вопрос на засыпку у нас сейчас каждый школьник изучает 7 8 9 метров каждом классе вопрос нужно чтобы там шесть учителей у него было живых или достаточно например одного вопрос по двух да я не знаю ответа но мне кажется что даже даже если поставим цель что был один это уже довольно сложная задача не нес несовместимая с сегодняшним способом я вот я поэтому как раз хочу тебе сказать что вполне возможно что и гипотеза правильного действия в том что нельзя ставить задачу чтобы обязательно были все постанови разрешены так вот так как ну в том числе по мотивации папа покучи вещей может быть надо ставить задачу чтобы у каждого хотя бы один кому можно задать дурацкий вопрос который включен какую-то деятельность который в состоянии прокомментировать не только включить лекцию получается разбираться не только моих лекциях так как я не верю что мы можем дать образование уровня классического лицея конца девятнадцатого века с тремя мертвыми языками математикой и вот все всем остальным массово потому что оно и тогда не было массово я подчеркиваю подчеркиваю значится то есть не было такого что было массу то я верю в то что даже знание по одному двум предметам или по небольшим предметом понятно являются вытягивающим тебе может не повезти у тебя скорость математики я прекрасно учитель литературы вот и ты как будешь в этом смысле страдать условно говоря даже если в коре будет там один хороший учили математики 3 как бы может быть не очень не очень сильно то вот некая перераспределение и в этом старом в деревне мы это не решим я понимаю но это уже очень серьезный вызов уже это уже вызов несовместимой сегодняшними решениями и это означает что нужно выходить в другой тип подготовки этих людей в другие типа программ неважно такие как учитель для россии или ну да нет у нас есть правильные практики которые могут или в другое педообразование или или еще какие-то другие формы или общем института наставничества когда человек является не столько педагогом только наставником который делится личным опытом в состоянии на это как-то отреагировать и готов сам разбираться то есть когда вполне возможно что в ближайшие 10 лет один из ответов это в некоторых случаях это сильные педагоги в некоторых случаях это учитель для россии в некоторых случаях такие-то плюс это там сильно учебное заведение в крупных городах но это останется скорее что ответы будут разных и это будет набор ответов но может быть где-то это учитель который учится вместе с учениками потому что у него есть человеческие качества может быть не хватает знаний может учиться ученика честно честно сельский учитель и может быть это ответ но он учится не тому что было написано 50 лет назад а тому как это можно рассказать сегодня вот вот чем мне кажется ключевая возможно да возможно но это да это это нужно чтобы чтобы этот ответ даже в такой форме стал возможен нужно много изменить нужно очень много изменить целевом образе мне кажется дополняет потому что существует что нужно сохранять усиливать один из ответов это учитель который учится вместе да а если учитель и друг каким-то чудесным причинам будет больше так только и только лучше будет я говорю что хотя бы хотя бы не оставить как национальную цель который готов учиться в каждой школе тогда и тогда должна быть деятельность которых вытаскивает за пределы школы научиться да ну вот вот наша модель наш ответ но и так сказать это ответ совершенно совершенно в принципе понятным просчитываем бюджетом и в общем понятно откуда бюджет можно взять если сегодняшних мне кажется что ситуация проще денег на помни когда не финансирование вам возникает то есть в этом смысле не существует такой штуки как нужно найти деньги на бакс решение построить банк вот и тут просто бессмысленно после обсуждать вопрос и здесь я считаю что мы находимся в том же поле абсолютно бессмысленно переходить в поле финансово сейчас вот на этом я предлагаю за всем пробить четко вот эти как бы 4 до 4 получилось 4 текущая ситуация до этого характеризовали социальные нормы и отношения к ней описание мейнстрима и ожиданий и контратвет да спасибо за беседу миша давай удачи олимпиаде нт и вот и я да я завершу тем что на самом деле у нас есть у нас есть несколько поводов для оптимизма у нас прекрасная сборная по математике и по многим другим предметам и мы в самом там самых первых видах по успехам на соответствующих предметных олимпиадах находимся в мире и у нас очень много локальных проектов типа сириуса вот мишиного и очень много чего еще у нас в интернете много энтузиастов занимается образованием так что пока мы не смогли победить с нашей программой по всей россии приходите в любой из этих центров в интернете смотрите все наши лекции так далее есть я деятельность который можно присоединяться и они того уровня который позволяет выходить намного дальше те проблемы которые всем привет